Привет! Сегодня предлагаю приготовить со мной французский багет. Он получается мягкий, с хрустящей корочкой. Если вы ещё не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Все ингредиенты также вы найдёте под видео. Давайте начнём готовить! Берём тёплую воду, добавляем сахар, сухие дрожжи. Хорошо перемешиваем. Можете взять свежие дрожжи, их понадобится в 3 раза больше. Проверим активность дрожжей, накрываем, на 10 минут отставляем и ждём. Если появится пенная шапочка, то дрожжи активны и тесто взойдёт. Добавляем соль, перемешиваем, просеиваем муку. Я муку добавляю постепенно, чтобы контролировать консистенцию. Тесто должно получиться очень мягким, но хорошо держать форму. Добавляем растительное масло и хорошо замешиваем тесто. Я тесто замешиваю без комбайна, вот такими движениями минут 10. Тесто получается мягким, нежным, эластичным. Миску смазываем растительным маслом без запаха. Я смазываю руки маслом для удобства. Посмотрите, какое получается нежное. Немного липнет к рукам, но держит форму. Заворачиваем тесто в шарик, кладём в миску, смазанную растительным маслом. Накрываем и ставим в тёплое место на расстойку на 1 час. Без сквозняков. Тесто должно увеличиться в 3 раза. Я ставлю в подогретую духовку. Посмотрите, как тесто подошло. Оно увеличилось практически в 3 раза. Перекладываем наше тесто на стол, присыпанный мукой. Замешиваем немного. И делим на 2 части. У нас получится из этого количества 2 багета. Сворачиваем в шарики. Накрываем. И даём отдохнуть 10 минут. 10 минут прошли. Наше тесто отдохнуло. Теперь можно замешивать. Берём один шарик. Руками делаем тонкий пласт. И заворачиваем так, чтобы внутри не образовывалась пустота. В конце хорошо скрепляем, пощипывая. Выравниваем. Вот такой багет у нас получается. Перекладываем на противень, застелённый пергаментной бумагой. Так формируем и второй багет. Посыпаем немного мукой. Делаем неглубокие надрезы. Подготовленный багет накрываем и ставим на расстойку на 30 минут. 30 минут прошли. Багет поднялся. Будем его выпекать. Для того, чтобы была хрустящая корочка, на дно духовки поставим горячую воду. Выпекаем багет 20 минут. 15 минут с водой в духовке и 5 минут без воды, для того, чтобы была золотистая корочка. Наши багеты испеклись. Даем им немного остыть. Посмотрите, какой получился румяный багет с хрустящей корочкой. А внутри воздушный, мягкий, нежный. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с друзьями этим рецептом. Хорошей вам выпечки. До новых встреч на моем канале. Готовьте с любовью, живите вкусно!